Большую горсточку? Вот. Налог на прибыль. А? Налог на прибыль. А мы соскучились по вот такой едя. Правда, Мася решила это смаслить еще горсточкой орешков. Скажи всем привет. Вот. Пришли мы домой. Маська сегодня разгрузочный день. Разгрузочный день она провела на чернике. Сейчас ест голубику. Также добавили бы Сашек. Купили телятинку. Так, всем девчонки, привет, 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 привет. Да, сегодня день десантника. Папку я своего уже поздравила. Да, Ирину, папу мы уже поздравили. Ну, соответственно, всех других ребят, кто служил в десантных войсках, всех с праздником. Вот. Так. Саша, ваша чавка непревосходна. А я не чавкаю. Я тоже все время его ругаю, потому что... Я служил. Я 15 лет прослужил первых, как только родился. На корабле с папой в казарме рота-подъем, рота-отбой. Собственно, вот так вот. А потом у меня была военная кафедра, а потом полтора года, месяца комендатуры города Выборга. Вот. Будем чамкать вместе в экране. Чамкать вместе в экране. Сейчас будем. На завтра мы готовим телятинку вкуснейшую. Будет гречка и будет у Маси маленький контейнер. Ну, мы уже показывали. Они у нас маленькие. Как я отношусь к своему напиткам? Не знаю, как я отношусь к своему напиткам. Я люблю натуральное. А контейнеры вот такие, маленькие. Видите? С мой кулачок. Где служил город Выборг, комендатура города Выборга. Войска тыла и транспорта. Собственно, в уст у меня был железнодорожный. Стрелочник я. Так. Чавкать это офигенно. Так и я там. Мы же Шреки. Не надо ничего держать себе. О, так. Саш, как делать ноги при травме менинского колена? Не знаю. Надо смотреть, какая эластичность колена. Как работать суставной жидкостью. Смотреть, на каком ограничении делать. Но делать их надо. Но это не должна быть нездоровая боль. Собственно, вот. А травмы колена, они очень много у кого есть. Вкусно? Хи-хи. А то. Ты еще покажи, какая черника голубика. Вот такая она. Огромная. Так. Ня-ня-ня-ня. Нажрала я. Нажрала 6 килограмм. Ничего. Они скоро пропадут. Знаю твой ВУЗ. Ты мостостроитель? Нет. Я экономика и финансы. Так. Как погода у нас? Ах, погода офигительная. На улице 18 градусов, дождик и никакого солнца. Я от доминканского солнца уже устал. У меня уже татуировка даже через одежду начала сгорать. Ты наполовину бабы. Блин, уважаете женщин. Называйте их девушки, девочки, но не бабы. Бабы, это что такое бабы? Бабы, это что-то 150-килограммовое, расползшееся, непонятное вообще. По-моему, совсем плохо. Так. Звезда в шоке. Мы еще не звезды. Мы еще звездульки. Отдай мне тоже ушечку, я почавкаю. А мой мясо закупела. Я уже переверну. У меня аппетитная девочка. Да, у меня самая аппетитная девочка. Самая вкусная. Это ужас, ужас, ужас. Покажи, покажи меня. Я встала на весы и увидела свой вес. Я плачу. Тала-баба на весы, затаив надежду. Теперь вот, ем ягодки. Теперь будет есть ягоды. Еще неделю будет есть у меня ягоды, пока обратно не вернется. А то было 61, а сейчас 69. Ну, правда, после перелета. Просто кто-то умеет вкусно кушать. Да, кушать она умеет. Вы не поверите, но на самом деле реально она ест ровно в два раза больше меня. Мало кто поверит. Но на самом деле, да, выглядит она хорошо. То есть в этот раз фигурка такая прибривая интересное очертание. То есть она набривая не просто, а очень красивенько. Протеин колю постоянно. Я на самом деле протеин не колю, я его втираю в зрачок. Молоком залить. Во-первых, молочка у нас нету. Во-вторых, на самом деле молочка лучше стараться избегать. Она у меня и так все детство на сливочках. Так, что тут у нас с мясичком? Сейчас мясичко доварится, и мы закидаем сюда бульончик, гречку. И будет у меня, Мася, обеспечена едой. Во. За неделю 8 килограмм. Почему за неделю? За 17 дней. Что брать из рациона, чтобы начать ходить? Соль. Соль убрать. Да что ж такие яркие лампочки у нас? Угу. Чего? Чего? Лампочки яркие? Да. Мася, можно не складывать на хорошую кожаную подставку, блин, на хорошую чернику, нехорошую? Вот. Спасибо, дорогая. Иди вот ко мне лицом. Это урод, который пихал всем стероиды. Серьезно? Вы, наверное, по новостям видели? Инфляция у нас 5%, и в следующем году у нас тоже инфляция будет 5%, как и повышение зарплат. Точно? Угу. Тогда, собственно, наверное, да, я тот самый урод. Показать девушку. А я вам чем не угодил? Что у вас? Девушка, девушка. Что у меня тут все звуки пришли? Одни звуки, вторые. Так. А у вас на глазах татуаж? Без обид. Смотрите видео на ютубе. Специально топ 10 вопросов для шпака. Это один из них. Какие упражнения для ног щадят колени? Это по поводу мениска. Во-первых, вся задняя поверхность бедра практически, становое сгибание и все остальное, там пассивно, квадриса все равно противовесом работает. Однозначно не стоит делать разгибания на ноги. Можно делать частичные приседы, найти широкую либо узкую постановку, зависит от того, как оно и было. Если бы не было татуажа, красил бы глаза? Конечно, я их и красил, потому и сделал татуировку, чтобы не красить. Что сделать, если плохой аппетит? Я не знаю. Вот у меня, допустим, плохой аппетит, а у Маси нет. Вот проблема, я хочу плохой аппетит. Вам нужен вот такой человек, который будет вот так вот сидеть и хомячить. Поверьте, это заразительно, и вы начнете хотеть кушать. Вот как-то так. Знакомство с факерами там тоже было. Парень вот так вот сказал, маленький мальчик потом первую свою жизнь уже произнес Гэн Дон. Вы как раз тот мальчик, да? Так, сколько килограмм в Масе прибавилось в новую грудь? Столько она весит. Кило 200. Так, какой рост в Масе? 172. Что ты мне по обу хочу ждать? Может у тебя рост изменился, тоже ты выросла. То есть ребенок растущий? Сколько лет тебе ей? У нас есть интервью целых пять штук на YouTube-канале. Мы там целых пять часов распинаемся о том, какие мы хорошие. Что есть перед залом, если сразу проснулся, и через 20 минут туда. Что-то легкое, что-то быстрое. Какие-то фрукты я, на самом деле, с удовольствием всегда с утра персик и быцашку. Вообще шикарно идет. Зимой, да, чуть посложнее. Зимой это может быть какая-то печенюшка и быцашка. В зависимости, чего вы делаете. На самом деле, даже если вы набираете с утра короткие углеводы, это не проблема. Хотим ли детей? Это тоже топ-10 вопросов, которые есть на YouTube. Туда всем. Так, ну скажи, сколько ей, тебе лень смотреть. Ну, нормально. Мы там трудимся, лялякаем в камеру, а вам тяжело посмотреть. Маски 16 плюс, а мне 18 плюс. Итого нам 34 на двоих. Сколько кушать до тренировки не имеет значения. Уж точно не за два часа, как говорят до, а через два часа после. Кушайте, как удобно. На самом деле, можно поесть и за 20 минут, проще есть за час. В течение часа после тренировки тоже нужно поесть. Желательно, это должны быть белки. И помните, что кисломолочные продукты не дают вам возможности похудеть. Все, кто пьет кефирчики, полезные для похудания, йогуртики. Я на йогуртиках умудрилась 3 килограмма набрать. Да, это так, потому что молочка этому не способствует. Вопрос, ты, педик, также относится к топ-10 вопросам для Саши Шпака. Так что, смотрите, он гей. Ух ты, пишет девочка. Так, ты гей? Ты гей, ты гей? Не знаю. Интересно. Так, ну, во-первых, жри неправильно. Кушайте. Во-вторых, кушайте овощи и фрукты. А из чего вы собираетесь брать белок? Похудеть вы похудеете. Правда, вот второй вопрос стоит. А будет ли вам нравиться то, что вы видите в зеркале? Да, правда, он гей. Это, наверное, пишет тот человек, который знает все. Показать бицуху. Это к Сережке Миронову. Он как раз сейчас у нас едет из Москвы, Санкт-Петербург. Он любитель показывать бицуху. Он с удовольствием вам ее покажет. Почему ты работаешь не по специальности? Кем? Экономистом или бухгалтером? Вы меня вообще представляете бухгалтером, нет? Как ты, персик? Нормально. Нормально. Так. Персик в ход пошел. Кстати, не просто персик, а крымский персик. А потом бца. Сделаем бесплатную рекламу в фруктовой лавке. Мы заехали и там крымские персики. А крымские персики это самые крутые персики, вы мне поверьте. Тебе нравится? Да, только тебе не дам. Ну не смотри. А что мне смотреть? Полкилограмма черники у меня сейчас персик съест, потом бцашками заест и похудеешь. Да. Что? Кому там еще не хотелось есть? Вот так вот посмотрите на нее и жрать туда хочется точно. Я еще увидела, что пора боток сколоть. Нам. А, у тебя тоже? Смотри, у меня тоже. Ага. Оля, Рейн. Веришь, что крымский? Я не просто верю, я просто в Крыму в своей сложности пробовал 7 месяцев. И крымские персики отличие от любых других. Так. Что у нас там еще были за хорошие вопросы? Вот от чего грудь растет? Нет, грудь растет от силикона. Боксер, сколько груши на грязь стучишь? Нет, уже, наверное, лет 10 не стучишь. Становый можно делать с компрессионным переводом позвоночника? Можно, но точно с ней нельзя начинать. Сначала начинается аккуратно рыбки, гиперэкстензии. Собственно, вот так. Что такое бца? Это из-за лицин-лицинвалин. Три незаменимых аминокислоты, из которых состоят мышцы. Так, твой обстановленный шпаг переводится, как куриный помет. Ну, я думаю, что, учитывая, что у нас на планете сколько языков? Порядка двух тысяч, я думаю, что он как-нибудь еще переводится. Я страшный урод. Да, вы же хотите, чтобы мужчина был страшный. Так оно и должно быть. Вам не угодить. Так, как убрать послеродовое живот с растяжками? Как-как? Корсетом и правильными тренировками. А все тренировки есть у вас в журнале для девушек, также смотрите на ютубе. Самому нравишься, как ты выглядишь. Да вообще шикарно, я же звезда. Вообще, ты думала, спрашивайте меня, а я тебя обожаю. Да, это самое главное. А рядом твоя жена? Нет. Нет, это партнер-гей. Партнер-гей, слышите? Или как там они называются? Болят мышцы ног после тренировки, как уменьшить эту боль. Вообще шикарно. Либо горячая ванна, градусов так и так под 50 с солью, либо баня, и будет хорошо. Не помогает корсет. А что это за корсет? Ну, во-первых, корсет, чтобы он помогал, нужно носить 23 часа в сутки. И, соответственно, сделать это хотя бы месяца на два. Собственно, тогда будет гораздо все лучше. При этом не забывайте, что мышцы все-таки надо качать. Даже в корсете они совершенно спокойно прокачиваются. Да, у Мати, привет. Так. Это про меня, что ли? Партнер-гей, да. А, партнер-гей, да, это я. Приятно познакомиться. Ой, я, что там? Так, езжайте на гей-парад. Что за лайв-журнал подробнее? Мой канал YouTube, там Саша Шпак. Там есть раздел. Да, лайв-журнал для девушек. Там, по-моему, 5 или 6 серий. И там подробно, что есть, как ставить, что делать, чего не делать. И, собственно, вот так вот. Что там нельзя носить? Корсет нельзя носить, когда спишь. Ух ты, это вам кто сказал? А я еще слышала версию, говорят, что типа это для почек вредно. А также это опускает органы внутренние. И что там еще? А, атрофия мышц происходит. Угу, точно. Так оно и есть. Льва-у-йо. Есть. И зависть штука такая. Есть в Instagram, конечно, и я, и Мася. Александр.шпак. На английском? Да. Да. И там он первый. Продать стероидов? А вы знаете, что это называется? Как это называется-то? Не знаю. Как это называется? У меня, по-моему, мясо переварилось. А ты вытаскивай и бросай нам туда три пакетика гречки. Три? Да. Саша, в черный список загоняй чмошников, хватит ее жалеть. Чмошники рано или поздно отваливаются. Как правило, если они не отваливаются в первый раз, значит, они какие-то мрачные мазохисты, если они пришли раз в второй раз посмотреть на того, кого им не нравится. Вот. А если тратить буду на тех 10-15% новых засранцев, которым я не нравлюсь в свое время, то получится, что у нас будет не беседа, а просто какой-то полный бан. Как увеличить член? Ну, во-первых, увеличить пишется через Е. Вот. Вот. Оттягивайте. Уже три раза пишите вопрос. Помните, когда я отвечаю на один вопрос, я не читаю другие вопросы. Вариантов у нас других нет. Продать стероидов? Купить стероиды? Ну, они продаются рядышком. В Белоруссии и Украине. В Египте, кстати. Так, Александр открыл для себя упражнение с эластичной лентой. Крутая вещь. Спора нету. Ну, либо как разминка, либо как закачка в конце уже. Любишь ли футбол? Нет. Телек я вообще не смотрю. Футбол я раньше смотрел, но для этого нужен тотализатор. А я очень азартный, поэтому никак. Мои красные сердечки для вас. Спасибо. Я хотел бы супругу, как Саня. Может быть, как у Сани. Ух ты! Мне срок давали за продажу стероидов. Да? И где же срок? Так. По поводу анаболических стероидов, ребят, я не консультирую. Ни бесплатно, ни платно. Так как на гардежир убрать быстро. Если вы мальчик, то убирается он достаточно легко. Так. Творог я не ем. Кислую молочку мы не кушаем. Мужчину нравятся девочки с большими бедрами. Ух ты! У меня осталось 4 заряда. Так что осталось мало. У мужчин разный вкус, но с большими бедрами нравится практически всем. Так. Какой протеин лучше? Любой. Хорошей очистки. Сывороточный изолят. О! Желтые сердечки. Тебя чего не посадили? Я так понял, что вы еще в пятом классе. Во-первых, пишется ничего, ничего, очагло. Во-вторых, не посадили. Не с глаголами тоже пишется раздельно. Ну, собственно, вам видно было не до этого. Так. Пантера уважаю тех, кто делает сам себя. Вы классный. Спасибо. Так, что надо сделать-то? Надо, может быть, мне зарядиться? Мастер, куда ты зарядиться? На, заряжай меня. О! Оказывается, у нас здесь есть зарядка. Я в своем доме не знаю, где у нас зарядка. Какой у нас классный был мастер. Какая модель телефона? Самсун Кейдж, шестой. Так, что делать быстрее после трения восстановиться, занимаясь кроссфитом? Баня. Баня спасает. Правильно должно быть соотношение белка. Если суставы связки не успевают восстанавливаться на тех тренировках, которых есть, то терапевтически делать ГР-ку. Но это уже лично ваше дело. О! Вы нашли покемона. Неплохо. Кстати, а что за то, что тут находишь покемона? Я не в тени, не знаю. Да. Так, Александр, добрый вечер. Покажи ковыки. Посоветуйте, какой фильм сейчас посмотреть? Да. А, я тут, тут. Да, мы хотим сейчас какой-нибудь фильм посмотреть, мы не знаем. Только не про зло. Мы добренькие, любим позитив. Да, какой-нибудь позитив такой, кровавый экшен. Как сесть на шпагат быстро? Очень не надо, больно будет. На самом деле, на шпагат можно сесть практически дней за десять, но этому нужно посвятить практически... Саня, посоветуй мочегонку. Вирошпирон 100 миллиграммов в день и триампур. Но не заупотребляйте, потому что триампуром можно посадить почечки. Они перестанут на почечнике ваши вырабатывать кортизольчик, и потом вам придется достаточно долго париться со всем с этим. Там еще спрашивали, как восстановить грусть после родов, после кормления? Да, практически никак. Если она уже отвисла, она, собственно, отвисла. И только подтяжка вам поможет. Хотя, ну, упражнение можно что-то подтянуть, но симметрия это не вернет. Так. Хорошо разбираясь, но набросить... Не успел посмотреть. Отряд самоубийств. Четвертого августа. Такого мы не знаем. Мася, покажи бицуху. А че это? А второе? Нормальная такая бицуха. Так, прости за любовь. Так, это девчонки начинают писать недевичьи фильмы, видимо. Вы зачем Мася поддакиваете? Я такие фильмы не могу смотреть. Мужик, ты дал бы... А зачем ты такое читаешь? Ну, человек же написал, чтобы прочитали. А, ну, понятно. Он же, видишь, он же может позволить себе это написать. Так, как относитесь к контрастному душу? Мы не любим, когда холодно. Ты обманываешь. Это я не люблю, когда холодно. А тебе, когда холодно, хорошо. Ой, там что-то пишет. Когда прохладно. Так. Ой, что там хотят тебе? Саша, а можно тогда сжиматься во время... А, не успел прочитать. Смотрите, Vox Soul Street. Так. Машина и... Фильм... Из машины? Я легенда. А мы уже смотрели его много раз. Угу. Мы с Усмитом пересмотрели все. С Арней пересмотрели все. С Брюсом пересмотрели все. Со Сваевом пересмотрели все. Ван Дамочи машины любят. Зеленая Миля, она... Хороший фильм. Да, но грустная. Очень грустная. Но фильм очень хороший, бесспорно. Слушайте, про живот. Вот мне, как бы я не худела, чтоб я не старалась, мне было не убрать. Меня убрала только липосакция. И с боков тоже. Так. Как отношусь к Мэрилин Мэнсону? Нормальное у нее творчество. Делаю ли я эпиляцию? Да, делаю. Но она, собственно, не помогает. Эпиляцию делаю, собственно, на лице. Она лазерная. Все остальное бри. Окей. Так. Судороги сводят ночью. Но что делать? Ну, во-первых, надо растягивать эту ногу постоянно раз в 10 в день. Буквально там хотя бы по 20-30 секунд. Во-вторых, ешьте курагу. Там магния и калия вполне хватает. Мама, а ты хочешь гречку или это все мне? А я одну гречку возьму с собой. А мне, наверное, надо будет... Я просто не люблю сильно разваливание. Да? Ну все, открощи, когда хочешь. Угу. Она как-то идет. Фильм «Я легенда про мафию». Мы посмотрим. Так. Нравится ли мне зверев? А почему мне тоже нравится или не нравится зверев? Я его лично не знаю. Дядя Саша, как убрать бока? Если есть бока, вам надо для начала пойти к остопату посмотреть. Может быть закрепощен поясной отдел. Крестично-поясничный отдел. Крестцово-поясничный. Соответственно, если он забит у вас, либо недоразвит, либо еще что-то, пускай остопат пытается его разрабатывать. На это может идти и 10-20 сеансов. Вот. Ну, а все остальное – это движуха. Убрать отдельно бока у вас не получится. Общее количество жира можно убрать. Для этого нужно двигаться. Но если он там остался, тогда уже только липосакция. Я тут же влезу в кадр. В кадре? Давайте поможем человеку. У нас есть координаты для помощи человеку. Так что все, кто хочет помочь, можете помогать. По секрету вам скажу, что общих денег помощи нам вышло 52 рубля. 56. 56? Ого. Поэтому все у нас тут хотят помочь, но как-то, как обычно, за слова у нас никто не отвечает. Фильм «Стем жизни»? Мы смотрели «Стем жизни»? Угу. Зачем кутину тащил? Фрукты есть. Очень удобно. Они не брызгаются. Пемидоры. Пемидоры, да. Персики. Кто кого из вас порит. Ух ты. Тебя это интересует, да? Ну так приходи на Дилинскую и спроси лично. Скажи. Я как тот самый парень, который спрашивал этот вопрос. Вот. А можно у Маши спросить? Привет. У нее удар сильнее. Ага. Я более безжалостная. Сашка, ты добрая? Да, я добрый. А что? Так. Вы, девочка, вы худеете, что можно поесть? Тогда пересмотрите перископ сначала. Он в записи есть. И мы уже на эту тему здесь говорили. Вот. А то получится, мы будем опять на одну и ту же тему смотреть. О, Сашников, защитник. А, защитник это тоже тебе такое не очень понравилось. Саш, ты в Дагестане был? Нет. У меня не было повода там еще быть. Так. Девочка, как накачать мне бедра? Это, наверное, мне. Или тебе. Не знаю. Как накачать бедра? По-моему, накачать бедра вот не проблема. Накачать жопу это проблема. Всего доброго. Заранее спасибо. Как? Начать двигаться. Чем больше, тем лучше. Только при движении можно похудеть. На самом деле, при движении можно даже есть все что угодно. Кто в это не верит, пускай пойдет в Гималей. Когда вы бегаетесь в 12-14 часов каждый день, едите сало с хлебом, запиваете это сладким чаем, едите тушенку с гречкой, вы все равно будете ходить. Но, к сожалению, никто столько не двигается. Вы приходите на аэробику понедельник, среду, пятницу, работаете по 50 минут и считаете, что у вас будут результаты. Все, в общем, не так. Мы живем в Санкт-Петербурге. Да. Саша, респект с Юга. Спасибо огромное. И Югу наш привет. Так, ну чего? Что ты будешь кушать? Я же вчера сделал себе пельмешки, взял их с собой и не съел. А пельмешки вкусные, самолепные, так что надо их съесть. О, Виктория Майер. Привет. Привет. Так. Качание, качание, всем нужно иметь орех. Я еще ни разу не видел девушку, которая не хочет накачать себе задницу. Честно, без этого. Саша, респект за 50 проседаний. У моего оператора есть видео, где 101 килограмм 800 грамм приселилось на 60 раз. Так что скоро оно выйдет на канал, недели через две. Все, смотрите на Live-журнале для девушек. YouTube-канал забиваете, Саша Шпак, там меня видите, и все у вас получится. Если все надо, что-то более подробное, это уже в качестве индивидуальных персональных консультаций. Прикольно. Кто-то переживает, как набрать вес? Нет, ну ты не представляешь на самом деле, какое количество девочек приходит худых, и для них набор веса это примерно кило-кило 200 за месяц. То есть за 4 месяца мы добираем 5 килограммов, и на них это смотрится на самом деле круто, потому что девушка весит 39, а потом 44. Это огромная разница. Здравствуйте, красавчики. Привет. Привет. Так, ну чего, Мась, ну дай мне покушать, я уже хочу кушать, а то они со мной будут разговаривать еще какое-то время, а я умираю. Так, адрес Дивинская 4, Санкт-Петербург. Приезжайте, я там обычно работаю с 10 утра и до 7 вечера. Вот, но к сожалению, лохов много, они так много говорят, так мало делают. Что-то нифига они по этому поводу не получается, не доехать, в другом городе живут. Так. Так на тренировке старалась накачать орех, стучить в обморок, не упала. Так бывает. Много девчонок на самом деле... Ты читай, читай. Давай ты будешь разговаривать, а то я хаую. Не-е-е. Да я хоть посмотрю, как ты сметанку с пельмешками лопаешь. Это же так... Знаю ли я Кокова, знаю. Да я не успела так быстро жевать. За сколько можно накачать пресс? Консультация, это все у Евгения Хайтовича. Смотрите, это все к нему. В СПВ, в магазине Ленца. Да. Мы там почти сейчас не бываем, мы переехали. Раньше мы жили при Балтийской на Ваське, а там были часто. А теперь мы здесь. Можно ли приседать с больными коленями? Можно. Надо просто правильно приседать. Угу. Замутить на Ютубе в мотивацию, скоро будет. У меня оператор разбирается, у него 5 часов видеоматериалов. В Москву мы теперь будем чаще приезжать. Будем анонсировать. Ближайшие вроде пока планируем. 19-е, 20-е, 21-е. Как найти меня на Ютубе? Да я не успеваю так быстро жрать. Саша Шпак забивайте и находите меня на Ютубе. Что ем? Самолепные пельмешки. Пельмешки. Вольно делать ботокс с губ? Честно говоря, ботокс с губами, по-моему, я не слышу, кто колет. Туда колет гиоуроновую кислоту. Если вы туда наколите ботокс, то они у вас повиснут до колена. Я страшный, но так отлично. Вы же кричите, что мужчина должен быть страшный. Чему вы удивляетесь? По вашим меркам я должен быть, значит, очень красивый. Потому что мужчина очень страшный, это очень красивый. Привет, Казань. Угу. Вторая жизнь. А в Казани, говорят, очень жарко. Да? Круто. 37 градусов у них было на прошлой неделе. Мы с тобой супруги. Давай, иди вытирай. Кто портит тут? Я ничего не порчу. В Казани 31? Один 31 хороший фильм. Мы его начинали смотреть, но Саша, он не понравился. В Казани 31, а не один 31. Я против. И что ты делаешь? Камеру трёшь? Камеру зачем трёшь? Я руку утираю. Зачем красишь глаза? Это ответ на Ютубе. Топ-10 вопросов для Шпака. Там для вас будет развернутый ответ. Что скажешь на что-то ссыкуле? Ничего не скажу, я там не был. Заставить заниматься спортом? Смотрите Ютуб-канал, там целая куча интересной мотивации. А на самом деле, мотивация она всегда в зеркале. Руки ноги трясутся даже при лёгком весе. Есть такие люди, советую пить больше витамина группы В. Значит, нервная система у вас не справляется. Бывает и так. И расскажите, пожалуйста, сколько вы лежали в больнице после удаления гланд? Так. Нисколько. Объясняю. Раньше гланды в детстве удаляли при местном наркозе. Под ледогаенчиком отрезали, шлёпали тебя по жопе, и ты шла домой. Или шёл домой. Простите за фамильярность. А сейчас всякие умники, то бишь врачи, которые считают, что они держат бога за яйца. Предлагают в том же самом НИОРО сделать операцию. А потом, говорят, полежать у них 6 дней. Потому что на вашей госпитализации они зарабатывают деньги. Поэтому это всё полная хренатень. Мы делали в медеме, это стоило дорого. Но, соответственно, мы через 4 часа уже оттуда уехали. Да, изредка бывает кровотечение. Но кровотечение при нормально сделанной операции, оно, в общем-то, ничем плохим не должно у вас заканчиваться. Потому что кредутных разрезов нет. А все более-менее мелкие и средние сосуды купируются. Собственно, вот так вот. Поэтому сутки это максимум, сколько можно полежать. Всё остальное, посылайте их на хрен и меняйте клинику, в которой вы собирались это делать. Так. Привет, Москва. Москва, привет. Всё. Зачем удалить гланды? Объясняю. Если у вас гланды больные и не функционируют правильным образом, то они начинают источать, во-первых, неприятных запах. Во-вторых, постоянное нагноение в области горла со временем начинает давать осложнения на внутренние органы и, на самом деле, даже и на сердце. Рано или поздно закончится это очень печально, даже если вас не смущает запах. Собственно, вот так вот для этого убирают гланды. Испирни, привет. Так. Саша, скажите, будь здорово, а я 40 лет могу подкачать себя? Да. У меня есть знакомый, который начинал заниматься в 46 лет, есть человек, который начинал в 49 и через 2-3 года все имели очень неплохую фигуру. А моему батьке 63 и он до сих пор занимается, жмёт груди 135 и чувствует себя прекрасно. А, я закрыл микрофон. Вот жопа какая. Здесь такая тема. Так. Все вопросы по поводу веса и тренировок либо смотрите на ютубе, либо записывайтесь на консультацию. Собственно, вот так. Всё. Не буду чавкать. Буду кушать. Будет возможность приеду в Казань. Город, говорят, очень красивый и гостеприимный. Так что всем спасибо. Всем пока. И до новых встреч. Опять с этим телефоном. Хочу айфон. Надоело. Самсунг не отключает. Мася. Почему у меня в телефоне ничего не хочет отключать? Не отключает. Когда мы ещё зайдём? Ну, я думаю, завтра зайдём. В трансляцию. Как нас найти? Саша Шпак.